О самых актуальных событиях в жизни региона прямо сейчас в студии Алексея Шевченко. Здравствуйте! Коротко о главном. Недоволен строительством новой взлетно-посадочной полосы. Полпредпрезидента Юрий Трутнев побывал в аэропорту Игнатьева. Требуются врачи. В горбольнице Благовещенской есть вакансии. Бык стеклянный, деревянный и фарфоровый. Амурские магазины начали готовиться к Новому году. Вошла в топ-6. Амурчанка стала одной из лучших в номинации фитнес-бикини на Всероссийском чемпионате. Юрий Трутнев остался недоволен переносом сроков строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Игнатьева. Полпредпрезидента находится в Приамуре с рабочим визитом. Он уже оценил ход строительства объекта и реконструкцию аэропортового комплекса. Новая взлетно-посадочная полоса позволит нашему аэропорту принимать современные воздушные суда без ограничений по взлетной массе. А значит, большей вместимости, нагрузки и более высокого класса. Это позволит привлекать новые авиакомпании работать по плоским тарифам. Возведение будет завершено в 2022 году, хотя первоначально сдать объект планировали в 2021. Мы уже до начала строительства понимали, что необходимо провести корректировку проектной документации. В связи с этим связано небольшое значительное отставание. Заключили договор с главгосэкспертизой на корректировку проекта на экспертное спровождение. Из-за переносов сроков сдачи стоимость проекта увеличилась почти на 20%, до 4 миллиардов 300 миллионов рублей. По словам Полпреда, ответственность за срыв работ должны нести проектировщики. По проектной смертной документации надо разобраться. И если, скажем так, в действительной ситуации такая, что люди проектируют, а потом за ними надо проектировать второй раз, надо лишать соответствующие институты лицензии. Они не должны иметь права дальше ничего проектировать, раз не умеют. Потому что это уже какая-то болезнь. На каждом объекте у нас одно и то же происходит. Опыт международного сотрудничества приграничных регионов России и Китая в условиях пандемии коронавируса, а также перспективы активизации этих процессов обсудили участники онлайн-форума. В его работе вместе с чрезвычайными послами двух государств и представителями Российско-Китайского комитета дружбы приняли участие главы приграничных территорий, в том числе губернатор при Амуре Василий Орлов. Модераторами международного онлайн-форума выступили представители правительств Амурской области и провинции Хэлудзян. Это стало дополнительным подтверждением особой значимости соседних территорий в развитии российско-китайского сотрудничества. Отмечено, что несмотря на 2-процентное снижение объема товарооборота между нашими странами, вызванное ограничениями из-за коронавируса, объем сделок между дальневосточными регионами России и приграничными районами Китая остался на прежнем уровне. Этому способствовала и оперативность принятия важнейших решений. С января по апрель между Благовещенском и Хэхэ было организовано 28 коридоров для возврата российских и китайских граждан. Благодаря нашим слаженным усилиям почти 2000 человек смогли вернуться домой. Во-вторых, соблюдением всех мер безопасности были организованы грузовые перевозки и на экспорт, и на импорт. Это позволило обеспечить устойчивость наших экономик в это непростое время. В-третьих, были организованы взаимные поставки медицинских изделий в виде безвозмездной помощи для борьбы с коронавирусом, что продемонстрировало дружбу и готовность к взаимовыручке между регионами России и Китая. Несмотря на действующие санитарные ограничения, есть и перспективы к наращиванию объемов сотрудничества приграничных регионов. В первую очередь, надежды на январский запуск грузового движения по новому автомобильному мосту между Благовещенском и Хэхэ. Есть и другие предложения, как облегчить процесс пересечения границы. Предлагаем стремиться к круглосуточному распорядку работы таких пунктов пропуска. Это поможет бизнесу более эффективно планировать перевозки, особенно в условиях ужесточения санитарно-эпидемиологических требований. Евгений Вдовенко, Амурское областное телевидение. Малому и среднему бизнесу вновь продлили налоговые каникулы. Предприятиям из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, на три месяца сделали отсрочку по налогам, авансовым платежам и страховым взносам. Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Эта мера касается компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, развлекательной и спортивной, а также в области организации конференций и выставок. С инициативой поддержать бизнес выступил президент Владимир Путин на 12-м ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет». По его словам, не все компании смогли стабилизировать свое финансовое положение, поэтому им требуется помощь государства. Эпидемиологический порог превышен в три раза. В Преамуре продолжается рост заболеваемости ОРВИ. При этом 18% выявленных случаев вызваны COVID-19, рассказали на последнем заседании оперативного штаба в правительстве региона. Число больных увеличилось в Амурской столице, а также в Благайщинском районе, Зее, Тынди и Райчихинске. Среди детей показатель не превышен. Инфицированных коронавирусом чаще всего выявляют среди работников торговли и транспорта. Василий Орлов поручил Министерству здравоохранения увеличить количество проводимых тестов на COVID до 10 тысяч в сутки. В области работают 4 лаборатории под ведомственные Минздраву. Также тесты проводят в центрах физиологии, патологии дыхания, гигиены и эпидемиологии. А с прошлой недели и в медцентре Амурского ГПЗ в Свободном. И по данным на 16 ноября в Преамуре выявили 159 новых случаев COVID-19. У 127 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 15 – бессимптомно, у 17 – в виде пневмонии. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 9198 случаев коронавирусной инфекции. В инфекционном госпитале не хватает врачей. В инстаграм-аккаунте Благовещенской городской клинической больницы опубликовали пост о поиске сотрудников. Учреждению требуется 10 специалистов. В списке пульмонологи, терапевты, неврологи, неонатологи, акушеры, гинекологи, медицинские сестры. Ранее медучреждения области нуждались в волонтерах, которые отвечали на звонки пациентов и ввели документацию. А в поликлинике требовались волонтеры-автомобилисты, чтобы развозить врачей по вызовам. Только за прошедший месяц на базе наркологического диспансера и психиатрической больницы развернули инфекционные госпитали. Их в регионе уже 9 – почти на полторы тысячи мест. Работают и провизорные госпитали, в которых оборудовали около 600 койко-мест. Амурский краеведческий музей приостановил свою работу. Он будет закрыт с 16 по 29 ноября. Такое решение приняли из-за ухудшения ПИД-обстановки. Однако филиалы учреждения продолжат свою деятельность. Посетителей ждут в доме Котельникова, в музее Тихомирова, а также в выставочном зале. В Краеведческом музее рассказали, пока учреждение будет закрыто, сотрудники разработают новые мероприятия, обновят экспозиции и подготовят залы к празднованию Нового года. Однако некоторые запланированные события все же состоятся, правда, только дистанционно. На границе Преамурии и Забайкалья могут оборудовать ветеринарный пост. С такой инициативой правительство области обратилось в Министерство сельского хозяйства России. Причина этого решения – регулярные вспышки ящера в соседнем регионе и постоянная угроза распространения опасного заболевания на территории Преамурия. Предполагается, что установить ветеринарный пост должны власти соседнего региона. Сейчас в области ведется большая работа по профилактике болезней животных. Только за последние два года на ящер обследовали более 230 тысяч голов крупного рогатого скота. В 2020-м в Преамурии было вакцинировано более 300 тысяч животных. Рысь, которая несколько часов провела на дереве свободном, скрылась в тайге. Очевидцы заметили хищника в микрорайоне Суражевка. Дикая кошка забралась на дерево возле бывшего лечебно-исправительного учреждения. Рысь пыталась покорить тополь высотой с трехэтажный дом. По словам очевидцев, на дереве животное провело весь день. Рысь вела себя спокойно, наблюдала за людьми. Дождавшись темноты, вернулась в тайгу. Амурчанка вошла в топ-6 на всероссийском чемпионате по бодибилдингу и фитнесу. Ануш Гаспарян стала одной из лучших в номинации фитнес-бикини. Таких результатов спортсменка достигла за два года тренировок. Сейчас в планах призера соревнований выйти на международный уровень. О том, как становятся чемпионами, расскажет Юрий Камышный. Ставлю 25 килограмм, могу и больше. Это разминочная. 25 килограммов для нее не предел. Ради идеальных пропорций Ануш Гаспарян готова не только терпеть серьезные нагрузки в тренажерном зале. Она живет по особому графику. Подъем, питание. А перед крупными соревнованиями рацион приходится полностью менять. Никаких углеводов, только белки и много жидкостей. На профессиональном языке это называется сушка. В своем увлечении Ануш не одинока. Во всем ее поддерживает любимый человек. У меня режим свой, у меня питание. Но мы вместе, мы кушаем вместе, также поддерживаем питание полностью. Ну, только он сушку не поддерживает. Почему? Ну, это очень тяжело. Это же мне надо для соревнований. И, как бы, полностью так же все. Спортсмены идут в этот спорт, потому что это красиво. Любой спорт – это не только здоровье, но еще и красота. В очередной раз это подтвердили участники всероссийского конкурса по бодибилдингу и фитнесу, который прошел в Красноярске. Из 11 участниц в номинации «Фитнес-бикини». Участница из Благовещенска Ануш Гаспарян вошла в топ-6 лучших спортсменок. По словам девушки, победа для нее – это не только престиж. Она смогла доказать самой себе, что ее фигура идеальна. К такому результату она стремилась последние несколько лет. На этой победе Ануш останавливаться не собирается. Сейчас в ее планах участие в соревнованиях уже международного уровня. Если не помешает пандемия отстаивать честь России, девушка поедет в Испанию. Юрий Камышный, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Керамические, каменные или фарфоровые фигурки быков, снеговики, елочные украшения на любой вкус. Магазины при Амуре уже готовятся к Новому году. Правда, пока покупателей такого товара немного. Но есть и те, кто уже решил создать себе праздничное настроение. Репортаж нашего корреспондента. Гирлянды, новогодние игрушки и самое главное символ следующего года – металлический бык. Так, благовещенские магазины уже начали готовиться к самому главному празднику. До Нового года еще полтора месяца. Однако некоторые амурчане уже начали готовиться к празднику. По словам продавцов, самый популярный товар сейчас в фигурке с символом наступающего года. Тем более, что выбрать есть из чего – бык стеклянный, деревянный и фарфоровый. Однако многие обновлять украшения не собираются. Есть и те, кто предпочитает делать игрушки своими руками. Мы выбираем новогодние игрушки. Очень хороший выбор нам. У нас глаза разбегаются, просто так все празднично. У нас вот будет проходить конкурс, ну точнее не конкурс, а это в студенческих отрядах «Снежный песант». И вот, и мы каждому выбираем подарки. В узком семейном кругу. Новогодние игрушки уже есть. Я сама сделала, как бы… Все есть, как бы, это, чисто по-семейному. Может быть, и пару друзей пригласили. В принципе, все есть еще с того года. Елка вот у нас есть. Все, ну как обычно, как обычно, Новый год. К Новому году мы, в первую очередь, готовим свое настроение, чтобы было радостно. Спросом пользуются искусственные ели, которые обычно украшают яркими стеклянными шарами, гирляндами и игрушками. Однако, пока спрос на новогодние игрушки небольшой. Поменьше стали брать, потому что и на самоизоляции многие находятся. Может быть, у кого-то и средства не позволяют. Ну, будем надеяться, что народ все-таки придет к нам. Цены на новогодние украшения разные. Стоимость праздничной атрибутики зависит от качества материалов. Тем не менее, каждый сможет оформить дом по своему вкусу и поднять предновогоднее настроение. Руслан Козловский, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. И на этом у меня все. Пересмотреть выпуск вы можете на нашем сайте amurobl.tv. Не забывайте посещать нашу страничку в Инстаграм. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова